МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире нашего телеканала программа Калейдоскоп. И в ближайшие 15 минут мы постараемся зарядить вас позитивом и, возможно, подадим несколько идей нескучного времяпрепровождения. Галерея Переулок счастья – то самое место, где всегда, даже промозглую осенью, по-домашнему тепло, уютно и, конечно же, интересно. Тем более именно сейчас всем посетителям предлагают погрузиться в волшебный, удивительный женский мир. В галерее дизайна Переулок счастья всегда можно познакомиться с интересными и необычными работами художников. Причем не только из Рязани, но и из других городов нашей страны. И на этот раз владелица галереи Кира Рязанова решила познакомить посетителей исключительно с женским творчеством. Именно для этого была организована выставка «Женский мир». Захотелось показать мир женщин-художников. И почему я подчеркиваю женщин-художников? Потому что женщины, они вообще уникальные художницы. Они самовыражаются удивительным образом. Не только вот в том, скажем, жанре, в котором они выбрали, там, живопись или там, графика, а вообще везде во всем мире. И в быту, и в своей одежде, и в своих аксессуарах, и в деталях своих, вот каких-то, в которых они живут. В выставке приняли участие пять художниц. Две из них живут и творят в нашем городе. Это Ирина Фроловская и Елена Гонтаренко. У каждой из них свой стиль, своя техника, но одно объединяет их работы. Это жизнеутверждающая позиция и позитивное отношение к жизни. Ирина Фроловская представила свои акварели, на которых изображены яркие цветы и завораживающие пейзажи. На написание работ художницу чаще всего вдохновляет окружающую природу и, конечно же, путешествия. Так несколько акварелей посвящены Италии. Когда я была в Италии, конечно же, у меня возможностей не было непосредственно работать на пленэре, потому что срок пребывания был небольшой, около 10 дней. Поэтому я делала просто небольшие наброски, зарисовки, фотографии. А когда уже приехала домой, посмотрела весь свой материал и уже обрабатывала его в мастерской. Меня, конечно, в этой поездке очень поразила Венеция. Это просто волшебный город. Это на меня произвело просто впечатление. Поэтому в моих работах очень много Венеции. В противовес легким и воздушным акварелям, которые Ирина создает в течение нескольких часов, на выставке представлены работы Елены Гонтаренко, выполненные в технике «Гобелен». Эта техника очень кропотливая и требует от мастера огромных энергетических и эмоциональных затрат. Но, как говорится, каждому свое. Нащупать свое зерно – это очень ценно. Мне кажется, «Гобелен» очень мне подходит. С одной стороны, я эмоционально выплескиваюсь в эскизах, в разработке темы. А потом идет такая очень кропотливая работа. Но тоже интересно, поскольку это происходит все через мои руки. Проходят все эти клубочки, ниточки. И из-за того, что это проходит длительный процесс, я вот тут переживаю, вот все время какие-то у меня нюансы возникают. То есть, ну, мне кажется, такое прям фундаментальное, вот выходят вот вещи, вот в смысле вот своего вложения морального и душевного. Здесь можно увидеть как ранние работы Елены, на которых изображены пейзажи, цветы, животные, так и более поздние, полуабстрактные, фактурные, больше рассчитанные на эмоциональное воздействие, чем на зрительное. А еще здесь представлены игрушки, которые художница создает в свободное время. Какой-то вот есть у меня маленький кусочек времени. Мне просто их очень приятно делать, приятно держать в руках, вот из-за ничего вот эти лапки, пришивать глазки. И тут в твоих руках вот оживает вот этот комочек трогательный. Это очень приятно. Выставка дополнена работами московских художниц, выполненных в технике Лэмбвор. Кольца, браслеты и подвески из стекла прекрасно вписались в уютный мир этой выставки. Работать она будет на протяжении месяца, так что спешите посетить. Если же вас больше интересует мир археологии и древних артефактов, то добро пожаловать в Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник. Буквально на днях там открылась выставка с интригующим названием «Оно отдай мой каменный топор». Фраза из песни Владимира Высоцкого стала прекрасным названием для весьма необычной выставки, которая знакомит посетителей Рязанского Кремля с коллекцией каменных шельфованных сверленных топоров. Эта коллекция начала формироваться с конца 19 века, а именно с момента создания Рязанской ученой архивной комиссии и историко-археологического музея при ней. Первые экспонаты стали поступать в качестве пожертвования различных лиц, жителей губернии. Наиболее активным дарителем топоров стал Степан Дмитриевич Яхонтов, который за 40 лет подарил порядка пяти экспонатов. Один из первых топоров попал в 1896 году. Он был найден на территории усадьбы Степана Дмитриевича в Пронском уезде, и он эту находку передал в музей. Потом такие находки передавались в 1911 году, и в советское время он постоянно пополнял фонды Рязанского музея. Каменный топор является одним из древнейших и первым двусоставным орудием труда. Предками топора было ручное рубило и обыкновенное палец. Затем человек додумался объединить эти два орудия. Именно таким образом около 10 тысяч лет назад и появился первый каменный отполированный топор. Самые ранние топоры – это калиновидные топоры, которые не имеют никаких отверстий. Они крепились своеобразно в древку топора. Потом со временем в каменном топоре стали просверливать отверстия для того, чтобы крепить меморкоять. И это был определенного рода прорыв, поскольку это было более надежное крепление топора, и он мог служить намного дольше. Коллекция, представленная в стенах Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, насчитывает порядка 70 каменных топоров и их обломков. Самые древние экспонаты относятся к эпохе неолита и датируются примерно пятым-четвертым тысячелетиям до нашей эры. На выставке можно проследить эволюцию этого орудия труда, узнать, как менялся материал и форма, как из простого каменного топора рождается его современный железный собрат. Выставка «Ону, отдай мой каменный топор» будет работать на втором этаже Дворца Олега до 16 ноября. Метание ножей у многих ассоциируется исключительно с цирковыми представлениями. Однако, как оказалось, на сегодняшний день это достаточно популярный вид спорта, которым увлекаются в том числе и рязанцы. Так что, если этой осенью вы замерзли и вам не хватает острых ощущений, то добро пожаловать на занятия по метанию ножей. Ножи, топоры и прочее холодное оружие в спортклубе «Пересвет» используют не по тому назначению, к которому мы привыкли. Здесь все это является спортивными снарядами, которые, благодаря навыкам больших и маленьких спортсменов, попадают точно в цель. На сегодняшний день об этом виде спорта знают далеко не все, и тем не менее он развивается и набирает популярность. Появился этот спорт как отдельный дисциплин. Он вышел из унифайта, то есть универсальный бой. Есть у нас такой в Росреестре зарегистрирован спорт. В основном им занимались военные, а дальше он пошел не только по России, а уже по миру. Там сначала бегут кросс, затем метают с дистанции три ножа, и потом у них происходит поединок. С тех пор, как метательный нож стал отдельной дисциплиной, спортсмены-метатели выросли очень в этом плане. Раньше на соревнованиях использовали унифайтовские мишени. Однако на данный момент они себя исчерпали, так как спортсмены стали показывать максимальные результаты. Теперь мишени стали чуть меньше, но и мастерство метателей растет. И если раньше на международные турниры попадали лишь отдельные спортсмены, то сейчас там соревнуются целые команды из России. В Рязани только набирает обороты, скажем так. Популярно этим занимаются все с детства. То есть игра в ножички кидать в землю, кто-то на даче кидает в пеньки, в заборы и прочее. А как спорт это вот сейчас набирает популярность. Люди узнают, что есть такой клуб, что проводятся турниры, приходят, интересуются. Кто-то остается и уже занимается как спортсмен. Кто-то приходит просто для себя покидать. Среди тех, кто пришел, остался и сегодня обучает искусство метания ножей Юрий Гилев. Боевыми искусствами он увлекался на протяжении всей жизни. А вот именно метанием ножа серьезно занялся два года назад. И, похоже, сегодня он знает все о технике броска. Начнем с классики жанра. Американский бросок. Дистанция 3 метра. 1 метр на замах. 2 метра. Оборот ножа. Чем он интересен? Тем, что привязан к фиксированным дистанциям. Поэтому он называется спортивным стилем. Дистанция 3 – это базовая. Еще существует свободный стиль броска и безоборотный. На то, чтобы полностью освоить все три стиля, уйдет около полугода. А научиться просто втыкать нож можно уже на первом занятии. В этом я убедилась на собственном опыте. Кстати, этот вид спорта весьма демократичен. И могут заниматься и дети, и взрослые, и пожилые люди. Как и любой вид физической активности, метание ножей оказывает благотворное влияние на организм. Оно развивает координацию, укрепляет опорно-двигательный аппарат и тренирует психику человека, делая его более стрессоустойчивым и уверенным в себе. Ну а если вы ищете место, где можно было бы весело использовать для ума, провести время с детьми, да еще и вкусно поесть, то следующий сюжет для вас. Подержать в руках молнию, понять разницу между светом и цветом, почувствовать себя настоящим шпионом, пройдя лазерную комнату – все это возможно в научно-развлекательном центре «Эврикум». Здесь физика из зачастую непонятного и скучного предмета превращается в занимательную игру, которая будет интересна не только детям всех возрастов, но и взрослым. Здесь можно увидеть всю эту физику, потрогать ее на самом деле руками и привести ее самому в действие. Тот же самый маятник Ньютона, да, то есть который одна из попыток вечного двигателя, ну, к сожалению, неудавшейся, да, у нас присутствует, его можно самому запустить и понять, как же все это происходит, почему передаются все импульсы, почему есть закон сохранения энергии, импульсов и всего остального. Естественно, есть и зеркальные иллюзии. Каким образом они работают, так же мы рассказываем во время экскурсии, во время квестов мы тоже стараемся хоть чуть-чуть, но детей, так скажем, познакомить с этим. Занимательные квесты, групповые и индивидуальные экскурсии – все это может стать прекрасной составляющей любого детского праздника, который здесь берутся организовать от начала до конца. Учитываются абсолютно все мелочи. Если нужно будет сделать кэнди-бар, мы делаем его, естественно, то по той прихоти, как хочет ребенок, в стиле Майнкрафта или еще чего-то, я не знаю сейчас, что именно больше любят дети. Также, естественно, да, то есть украшения и гелевыми шарами, и можно сделать и арки из шаров. В принципе, все это возможно, все будет, естественно, зависеть от того, что пожелает наш клиент. А умное кафе Пиццериум возьмет на себя организацию праздничного стола и порадует своих гостей вкусными блюдами, приготовленными только из натуральных и свежих продуктов. В своей работе мы придерживаемся несколько правил. Ну, самое главное, чтобы продукты были свежие, натуральные. Также готовим мы с большой любовью к деткам, к их родителям. Стараемся, чтобы наша еда была не только вкусной, но и полезной. Ну и хочу от себя сказать, я очень люблю готовить, и я очень люблю деток. Поэтому, в принципе, я в своей работе совместила свою любовь как к детям, так и к приготовлению пищи. Побаловать себя вкусной натуральной пищей в умном кафе Пиццериум можно ежедневно. Меню включает в себя огромное количество самых разнообразных блюд, в числе которых, как вы уже поняли по названию, так любимая детьми и взрослыми пицца, приготовленная по всем правилам без вредных добавок и, конечно же, как и положено, без кетчупа. В наполнителе у нас соус на основе помидоров пилати готовится. В этот соус мы добавляем оливковое масло, сахар, соль, зелень по вкусу. Ну, сыр, один из главных ингредиентов – это сыр, сыр моцарелла. У нас, в принципе, он тоже прям, ну как, можно сказать, с завода сразу нам поступает. То есть самые свежие продукты. Есть у поваров в кафе Пиццериум и свои секреты приготовления теста, которые они, конечно же, раскрывать не торопятся. Но, видимо, именно благодаря им пицца получается тоненькая, хрустящая и удивительно сочная. Кроме того, каждый день здесь вас ждет бизнес-ланч. Блюдо бизнес-ланч, как и блюдо с основного меню, у нас готовится из натуральных продуктов. На каждый день недели у нас свое меню бизнес-ланча. Гости, пришедшие к нам на бизнес, могут быть уверены в свежести наших продуктов. И приготовление наших блюд, так как они готовятся, в небольших количествах. Даже лапшу для супов в этом кафе используют не покупную, а сами ее готовят. Кроме того, здесь вас ждет большой выбор выпечки, детских коктейлей, компотов, морсов и, конечно же, ароматный кофе. А уютная атмосфера и доброжелательный персонал сделают максимум для того, чтобы посещение умного кафе Пиццериум превратилось либо просто в приятный и вкусный отдых после занимательной экскурсии, либо в незабываемый праздник. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова